Маленький мастер-класс, как сделать вот такой дизайн. Берем гель-лак Минг Чан, 101 цвет. Нам понадобится. Сначала сделаем вот такой фон. Из этого же гель-лака сделан вот такой цвет компаньон. Чтобы убрать вот этот перламутровый оттенок, возьмем магнит кошачий глаз для создания эффекта кошачьего глаза и поднесем его с обратной стороны. Вот так вот. У нас ушел перламутр, остался один цвет. Это мы посушим. Я показываю, как делать фон. Сейчас нам надо все посушить. Резкость не вели тут. Уже. Вот у нас, значит, получилось два ногтя с фоном. Один мы оставим. Он будет у нас для цвета компаньона. А на этот цвет теперь будем создавать поверхность камня лунного. Как это делается? Для этого нужно поднести магнитик сначала с одной стороны. Вот такой вот, с другой. Немножко согнать. Видите, как ярко получается. Если результат вам понравился, можно сушить. В продолжение мастер-класса по выполнению дизайна ногтей с помощью гель-лаков кошачий глаз хотелось бы показать вам образец несложного дизайна, который имитирует рамку из драгоценного металла для камня, который мы выполняли ранее в качестве фона. Вот у нас уже есть пример такого дизайна. Он выполнен с помощью серебристой гель-краски. Но я хочу вам показать, как сделать более объемный дизайн с помощью черного полимера фирмы GEM. Вот так он выглядит. Представляет из себя густой гель. Очень удобно пользоваться им, потому что он не растекается. При использовании, даже если вы замешкаетесь, оставите его непросушенным, он не изменит форму, не потечет. Очень удобно им пользоваться. Пожалуй, начнем. Нам понадобится черный полимер. Для работы с полимером возьмем такую вот кисть, нулевку. 5-миллиметровый ворст. В принципе, подойдет любая не очень тонкая кисточка. То есть волоском неудобно работать с густым полимером. Вот. И заранее подготовленная типса с нанесенным фоном, как было показано в первой части мастер-класса. Вот. Я думаю, можно приступать. Суть дизайна в том, чтобы нам с вами очертить рамку вокруг ногтя. Вот. Таким образом, обозначив границы камня, он будет заключен у нас в оправе. Вот. Начинаем прорисовывать. Тонко прорисовывать не нужно, поскольку в полимер потом будем втирать пигмент, чтобы создать видимость золотой оправы для нашего камня. Так что должен оставаться объем какой-то. И не надо стараться провести тонкую линию, иначе будет не так эффектно. Очерчиваем с одной стороны. То же самое проделываем с другой стороны. И завершаем у свободного края ногтя. Первая часть у нас немного напоминает выполнение французского маникюра. Можно делать рамку толще. Примерно так. Теперь будем завершать наш дизайн имитацией крепежа для камня. Я покажу наиболее простой вариант. А именно обычные две капельки, протянутые и соединенные с рамкой. Элементарно это делается. То же самое повторяем с трех других сторон. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... вот таким образом все это выглядит вы можете изобразить какие-то завитки здесь нестандартные виды крепления чтобы сделать дизайн более оригинальным я решила остановиться на самом простом варианте теперь нам нужно отправить наш ноготь в лампу на две минуты ноготь высох вот как вы видите плюсом полимера является то что он не имеет дисперсионного слоя в его классическом понимании но у него есть небольшая липкость то есть он так чуть-чуть клеится вот и для финальной части нашего дизайна нам понадобится пигмент в данном случае это вот такой серебристый хром который мы будем втирать только в полимер чтобы имитировать металл вот нам понадобится аппликатор для этого в принципе можно и пальцами выполнять кому как удобно расход пигмента при таком виде дизайна минимальный хочу сказать нужно буквально микроскопическую часть аппликатором очень удобно вот получается посмотрите как сразу начинает блестеть играть этот дизайн нанесение зеркального пигмента вообще очень быстро в исполнении не требует никаких особых художественных навыков выглядит вполне достойно если скомпоновать такой дизайн с фоном компаньон который выполнялся ранее можно создать очень интересную композицию чуть-чуть почищу середину и вот что мы имеем так сказать в финале в качестве завершающего этапа открываем наш дизайн финишным покрытием в данном случае я использую густой финиш вот такой вот универсальный который одновременно является базой для инкрустации он чуть гуще обычного топа поэтому его можно нанести более толстым слоем для создания глубины поскольку камень выпуклый мы наносим его более толстым слоем и вот готовый результат вот так вот выглядит это более простой вариант выполнен серебристой гель краской и вариант на мой взгляд более достойный такой не сказать чтобы сложнее выполнять но он выглядит более реалистично и на мой взгляд более интересно то вот так это выглядит на ногтях вы можете по своему усмотрению использовать разные цвета лака разные цвета пигментов для птирки то есть вариантов выполнения дизайна масса спасибо